МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире Новоуральской обещательной кампании. Время новостей. Сегодня среда, 18 апреля. В студии Альбина Бабкова смотрите в сегодняшней программе. Три пожара, одна смерть. В Новоуральске горели две квартиры и экскаватор. Стукнули кулаком по столу. Участники рабочей группы обязали в срок до конца апреля ГАУПСО газовой сети предоставить проект по переводу домов начала улицы Ленина на природный газ. Две площадки вместо 1 и 9 мая в Новоуральске праздничные мероприятия пройдут у Вечного огня и на площади перед концертно-спортивным комплексом. Об этой и других темах прямо сейчас. Выпуск начнем с тревожных новостей. Накануне в Новоуральске произошло сразу три пожара. В одном из них погибла пожилая женщина. Подробности о случившемся расскажет Виктор Малышев. Последние дни выдались напряженными для пожарных Новоуральска. Дежурные подразделения специального управления Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России выезжали по сообщению об оказании помощи в проникновении в квартиру, расположенную на улице Советская. Вскрыв входную дверь, внутри квартиры была обнаружена пожилая женщина 1937 года рождения, нуждающаяся в медицинской помощи. Помощь, конечно же, оказали. Дежурные караулы огнеборцев выезжали и по сообщению о дыме в квартире по адресу улицы Жиголовского, 2-2. По прибытию к месту вызова было установлено, что в подъезде дома присутствует задымление, а дым идет из квартиры, расположенной на первом этаже. По словам соседей, в этой квартире находилась пожилая женщина. Максимально быстро проникли в квартиру. Установили, что в комнате находится очаг пожара на площади 5 квадратных метров. Горят домашние вещи и мебель. Возле дивана на полу гора обнаружена квартиросъемщица Швец 1926 года рождения. К сожалению, погибла. Соответственно, погибшую вынесли и в кратчайшие сроки пожар ликвидировали. Никто больше не пострадал. Провели обследование высаживающих этажей. Пострадавших более не было обнаружено. Также сотрудники специального управления выезжали по сообщению о дыме из окна квартиры по адресу Красногвардейский проезд 2. Проникнув в квартиру, в ванной комнате был обнаружен жилец квартиры, который был эвакуирован на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи. В результате пожара был спасен мужчина 1968 года рождения. Сейчас, в данное время, находится он у нас в лечебном учреждении Катеринбурга. Живой. В среду его перейли из реанимации в общую палату. В среду, если все хорошо, будет выписано. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Помимо этого, новоурайские огнеборцы оказывали помощь сотрудникам пожарной охраны поселка Верхневенск. В тушении садовых домиков и надворных построек в садоводческом товариществе номер 5. А также участвовали в тушении экскаватора по адресу улицы Маневровая, 8. В результате пожара огнем был поврежден моторный отсек. Причина пожара – неисправность топливной системы. Напоминаем, единый номер вызова пожарных и спасателей с городского телефона – 01. С сотового телефона – 101. А телефон доверия специального управления Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России – 66694. Помните, что пренебрегая правилами пожарной безопасности, вы подвергаете опасности не только себя, но и своих близких. Виктор Малышев, Дмитрий Орлов, Новоуральская обещательная компания. К 2021 году на Среднем Урале количество жилых домов, имеющих техническую возможность подключения к сетевому природному газу, должно вырасти в два раза. Такое заявление сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев на заседании областного кабмина. Ближайшая задача властей – не затягивая ввести в эксплуатацию все завершенные газопроводы, добиться эффективного использования вложенных средств. Губернатор Евгений Куйвышев отметил, что 35 из 40 сданных в 2017 году объектов работают в полную силу. Остальные находятся на контроле областных властей. Подключение к готовой инфраструктуре необходимо сделать финансово доступным для максимального числа потребителей. Для этого на Среднем Урале законодательно расширили перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат по газификации жилья. Теперь к ним отнесены не только малообеспеченные семьи и малоимущие граждане, но и пенсионеры. От них, кстати, активно поступают заявки. Их уже более тысячи на получение газовой компенсации. Выплачивать деньги им начали еще в августе прошлого года. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в регионе сохраняется рост уровня газификации сельской местности. В общей сложности количество жилых домов и квартир, пользующихся ресурсом Свердловской области, увеличилось более чем на 41 тысячу единиц и составило более миллиона домовладений. Каждый год на развитие сетей газоснабжение тратится более миллиарда рублей. Стоит отметить, что за последние пять лет Свердловской области возвели и запустили более 2,5 тысяч километров сетей, увеличив общую протяженность газопроводов до 15 тысяч километров. Всего в эту сферу было инвестировано более 5 миллиардов рублей, два из которых поступили из региональной казны. В Новоуральске ситуация по обеспечению жителей природным газом обстоит куда печальнее. Участники рабочей группы, в состав которой входят сотрудники администрации и народные избранники, встретились с представителем ГАУПСО газовой сети. Суть вопроса – невыполнение обязательств региональной ресурсоснабжающей организации. Подробности у Никиты Евсеева. Напомню предысторию. В конце прошлого года в администрации округа прошла череда встреч с жителями домов начала улицы Ленина. Тема – перевод их домов на централизованное газоснабжение. Сейчас пищу в этих домах готовят на баллонном газе или на электрических плитках, которые также небезопасны. На этих встречах представители газовых сетей Свердловской области убеждали новоуральцев, что уже в первом квартале 2018 года в их дома будет проведена труба с природным газом. ГАУПСО газовой сети готовит, проектирует газоснабжение ваших домов. К концу месяца, представитель ГАУПСО газовой сети сидит здесь, начальник филиала новоуральский Базаров Андрей Владимирович, подтверждает, что к концу месяца они выдают проекты. Проекты будут включать в себя наружное газоснабжение и внутреннее газоснабжение. В прошлом году представитель газовых сетей Андрей Базаров еще давал интервью новоуральским средствам массовой информации и рассказывал о планах проекта и о том, что будет сделано газовыми сетями в рамках перевода на централизованное газоснабжение домов по улице Ленина. Вот часть его интервью. Сейчас просто никаких комментариев ГАУПСО СМИ новоуральска не дает. Газопровод, который спроектируется, подойдет непосредственно к жилому дому, к фасаду жилого дома. И пойдет или по периметру, или пойдет транзитом на следующий дом. Несмотря на некоторые высказывания против, жители все-таки согласились на перевод их квартир на природный газ. Главный аргумент, который в этом их убедил – сроки выполнения перевода. Первый квартал 2018 года. На дворе уже миновалась середина апреля, а городские власти до сих пор не добились от ГАУПСО газовые сети проекта, по которому будет осуществлен перевод. Причина? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации и депутаты Новоуральского городского округа. Очередное заседание группы прошло накануне. Один из основных вопросов – где проект газовой сети? Проект на данный момент сделан, выполнен. Поскольку ГАУПСО газовые сети давало его на подряд, сейчас, на данный момент, они при мне его проверяли на соответствие. То есть он, как они проверят, скинут его мне на проверку. Я проверю, да. После чего, в мае месяц, мне было сказано делать заявку на материалы. Когда мы можем получить информацию в письменном виде? Ну, давайте, я так думаю, что... А в ответ – тишина. Исходя из этого, депутаты Думы решили в сжатые, но реальные сроки обязать государственное унитарное предприятие Свердловской области газовой сети в срок до середины следующей недели предоставить проект по переводу Новоуральских домов на природный газ. Мы все-таки видим перед собой людей, которые вроде обладают всеми полномочиями, вот дают нам достаточно конкретные обещания, называют сроки. Вот вы сегодня тоже свидетели, что сроки подошли, а реального продвижения в вопросе нет. Документы никто не увидел, опять получили только очередные обещания. На мой взгляд, ну, постараемся более жестко, наверное, взаимодействовать в плане отслеживания сроков, вот, подадим, может быть, более жесткие требования на то, чтобы нам, наконец-то, документацию предоставили. Затягивание сдачи проектной документации может привести к тому, что поздно будут подготовлены сметы, а значит, работы могут начаться под осень или, не дай бог, уйти в зиму. НВК продолжит следить за тем, как разворачивается ситуация. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. Стартовал общегородской конкурс логотипов, посвященных юбилеям, которые мы будем праздновать в следующем году. 65 лет Новоуральску и 70 лет Уральскому электрохимическому комбинату. Заявки на участие и конкурсные материалы можно направить до 25 мая. Форма, заявки и условия конкурса размещены на официальных сайтах УХК и администрации округа, а также в официальных группах комбината в социальных сетях. Логотипы победителя украсит юбилейную рекламно-полиграфическую сувенирную продукцию, представит праздничную кампанию в средствах массовой информации. Итоги конкурса жюри подведет до 10 июня. Чествование победителей пройдет 7 июля на Дне труда УХК. В последний месяц весны уральцев ждет сразу несколько дополнительных выходных. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Дмитрием Медведевым, традиционным выходным будет 9 мая – День Победы. Кроме того, отдохнуть от работы получится и в самом начале месяца. Как указано в документе, опубликованном на сайте российского правительства, в 2018 году выходной день был перенесен с воскресенья 7 января на 2 мая. Таким образом, в праздник весны и труда уральцев ждет 4-дневный отдых с 29 апреля по 2 мая. При этом отмечу, что 29 апреля выпадает на воскресенье и, соответственно, и так является выходным. В продолжение темы майских праздников 9 мая 2018 года мы отметим 73-ю годовщину со дня Великой Победы над фашизмом. Праздничные мероприятия в Новурайске пройдут на двух площадках – у Вечного огня на Аллее Победы и на площади перед концертно-спортивным комплексом. Подробности далее. В этом году празднование 9 мая начнется около Вечного огня. Там в 10 часов утра состоится торжественный митинг. Уже в 10 часов 15 минут торжественным маршем по улице Победы пройдут военнослужащие воинской части и кадеты военно-патриотических клубов. В 10 часов 30 минут начнется возложение цветов к Вечному огню. Что касается бессмертного полка, то построение колонны начнется, как и планировалось, в 11 часов у памятника воинам-интернационалистам. Затем колонна по улице Победы пройдет до Вечного огня. А в 13 часов состоится легкоатлетическая эстафета по улице Победы. А вот далее формат праздника претерпел некоторые изменения. Когда мы предложили формат, что все-все, все мероприятия проводим на аллее Победы, на улице Победы, вот, все было хорошо, пока мы с проектом постановления не дошли до управления внутренних дел. У нас возникли определенные сложности при согласовании. Концерт планировали делать на мосту или даже, если мы к четырехзальному туда отодвинули, все равно, значит, для этого требовалось на 4 дня перекрывать вот этот проезд. Почему? Потому что большая сцена ставится, очень большая. Экран мы планировали там, значит, разместить, укрепить. Для всего этого требуется время и собрать, и потом разобрать. 4 дня они когда посмотрели, сказали, нет, мы не можем, значит, ограничить движение через этот мост. Праздничные гуляния и концерт решено перенести на площадь перед концертно-спортивным комплексом. В 17 часов начнутся гуляния, а в 18 часов 9 мая праздничная концертная программа на сцене. А в 22 часа навуральцы увидят долгожданный салют. У нас, получается, две точки. Не одна, как раньше, а две. Но иногда у нас и три бывало. Мы бывало с вами здесь проводили, значит, торжественные мероприятия 9-го. Восьмого возложения мы делали на Аллее Победы и 9-го. Все равно люди, поскольку традиции есть, приходили. На прошедшем в администрации оргкомитете обсуждали в том числе и вопросы участия общественных организаций в праздновании 9 мая. Горожане отмечают, такой формат станет оптимальным для организации проведения главного праздника в истории России. Новоуральский стартовал конкурс профессионального мастерства топливной компании в компетенции промышленная автоматика. Особенность его в том, что конкурс одновременно является отборочным этапом отраслевого чемпионата «Атомскилз-2018». На базе Новоуральского технологического колледжа за победу борются лучшие сотрудники предприятий компании «ТВЭЛ» из разных городов России. С ними наравне в мастерстве соревнуется и студент колледжа. С подробностями Анна Акрамова. В Новоуральске состязаются специалисты и эксперты Сибирского химического комбината, Чепецкого механического завода, Уральского электрохимического комбината. С ними наравне в мастерстве соревнуется и студент Новоуральского технологического колледжа Егор Забнин. Он самый молодой участник состязаний. В честь Уральского электрохимического комбината отстаивают слесарь по КПА Антон Егоров и инженер Михаил Щербаков. В качестве экспертов работают слесарь по КПА «Золотой призер Атомскилз-2017» и «Вордскилз-Хайтек-2017» Денис Никифоров и Сергей Шишкин. Участники работают сейчас в первую очередь. Я сразу же вижу, что у них до первой части уже подкопилась усталость. Но в дальнейшем люди, которые победят, то есть займут первое или второе место, их нужно будет подтягивать до уровня, который будет на чемпионате России. Участников во время процесса отвлекать нельзя. В первый соревновательный день они прошли жеребьевку и инструктаж, подготовили свои рабочие места, ознакомились с заданием, проверили наличие и работоспособность инструментов. Далее приступили к заданию «Вордскилз». Оно включает в себя выполнение монтажа электрической схемы управления электродвигателем, частотным преобразователем, а также наладку и программирование контроллера управления. По методике «Вордскилз» задание дается невыполнимым, чтобы участники максимально проявили свои способности. Невыполнимые задания люди умудряются выполнять. Но, соответственно, выполняют на самом деле единицы. Подведение итогов дивизионного этапа «Вордскилз» в компетенции «Промышленная автоматика» состоится в пятницу 20 апреля. Анна Крамова, Ульяна Скрыгина, Геннадий Донгузов. Новоуральская вещательная компания. В рамках акции «Правовая помощь в каждый дом» сотрудники Управления внутренних дел Новоуральска 19 апреля с 11 часов до 12 часов в телефонном режиме будут оказывать бесплатную правовую помощь в форме консультирования. Звонки в указанное время будут приниматься по телефону 48026. Библионочь – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературный музей и арт-пространство расширяют время и формат своей работы. С 2012 года по всей России проводится акция в поддержку чтения «Библионочь». Во время нее библиотеки расширяют время своей работы. Для детей предусматриваются специальные программы «Библиосумерки». В 2018 году «Библионочь» состоится 20 апреля. Помимо библиотек в акции участвуют некоторые книжные магазины, музеи, учреждения культуры и даже театры и кафе. В Свердловскую область входит число активных участников «Библионочи». В прошлом году, к примеру, к акции присоединились 466 общедоступных библиотек и 31 тысяча человек. На Вурайске 20 апреля акция «Библионочь» начнется в 19 часов в городской публичной библиотеке на Фрунзе-13. Ее тема в этом году – волонтерские игры «Магия чтения». Программа обещает быть насыщенной, интересной, приглашаются все желающие. На Вурайске активно проходит этапы большого конкурса «Смотра творчества». Он проходит в городе уже в седьмой раз и собирает активных, талантливых, жизнерадостных горожан. На днях в Доме культуры на Вурайске прошел, пожалуй, самый зрелищный этап конкурса – конкурс хореографии. Подробности далее. Трогательные моменты, когда в зале мамы и воспитатели ждут выхода своих чат на сцену. Когда маленькие ножки выполняют танцевальное па, когда лучатся светом детские глаза. От волнения, от счастья, от гордости. Ведь они участвуют в таком значимом для города конкурсе. Все волновались, все готовились и абсолютно у всех, как профессиональных коллективов, так и самодеятельных танцевальных групп из детских садов и школ, получилось на отлично. Конкурс хореографии – один из самых популярных у новоуральцев. В этот раз в Доме культуры на Вурайске собрались более 500 участников. Кроме хореографии и вокала прошли конкурсы исполнительского мастерства, диджеинга, инструментальной музыки, академического народного вокала. У нас очень много номинаций, 13 конкурсов различных тем, поэтому, конечно же, все новоуральцы могли принять участие и показать все, что они умеют в различных номинациях. Перед жюри стояла действительно непростая задача – выбрать лучшие танцевальные группы и номера. Впечатляло все – от постановки танцев до ярких оригинальных костюмов. Сами участники отмечают – выступать на сцене – это здорово. Мы занимаемся танцами, потому что нам это хочется, и мы хотим самой крутой группой стать. Мне нравится то, что тебе аплодисменты хлопают, и то, что на сцене так ярко. Я люблю выступать, чтобы быть на сцене. Еще, если будешь выступать, может, и такой сон приснится. Мы танцуем самый, в чем я сейчас одето – это номер «Казаки». И я люблю танцевать, потому что это очень классно. Тут развивается вся красота, не только женская, но и мужская. Нас выбрали, потому что мы очень хорошо танцуем. Большой смотр-конкурс продолжается, его итоги подведут в мае. А самые лучшие номера представят на празднике защиты детей 1 июня. Завтра в 18 часов 40 минут смотрите тематическую программу «Депутатский взгляд». А на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова